...порог иностранных инвесторов для признания компанией субъектом мало среднего бизнеса. Раньше это было 25%, сейчас это 49%. Поэтому часть привлекаемых компанией субъекта с иностранным капиталом могут попасть и стать резидентами парков. И у нас уже внесено в правительство постановление правительства, что мы ждали в описании к закону, где критерии отнесения к субъекту мало среднего бизнеса будут увеличены на 2 раза. Сейчас максимальный оборот это 1 миллиард. Я надеюсь, что в лето, в начале августа, в основании правительства увеличены на 2 миллиарда. То есть в данный сектор попадут стабильно действующие компании, хорошего среднего бизнеса, которые ранее всего специфико-стерованы облачения средств, вы не могли различать промышленных парков. Поэтому тоже я отдельно обращаю внимание, те, кто работает по управлению развития нового среднего бизнеса, потенциальное чехло резидентов, оно и расширилось, и расширится в ближайшее время. От чего мы отказались? Мы отказались от субсидий резидентов промышленных парков, субсидий на выкуп. Но, вы знаете, не расслабленные мероприятия пока, наверное, надо сначала настроить парки, забить туда ассистентов, и потом предлагать какие-то такие уникальные инструменты поддержки. Вот не стал его массовым, это реально, мне кажется, просто уравненность, чтобы время прошло. Но нужно активно использовать субсидии, связанные с интернизацией оборудования, с поддержкой лизинга, то есть привлекая промышленные парки резидентов, помогать им с привлением оборудования, лизинг, и у нас есть просто субсидиум, мы вообще считаем, что региональные конкурсы, связанные с поддержкой малого бизнеса, надо специализировать, то есть не просто разъединить конкурс для всех субъектов, надо честно стать бизнесом, чтобы поддержать всех не можем, а действительно сосредотачивать в таких узловых местах, как участные парки, технопарки, какие-то еще площадки, индустриальные, как бы они назывались, вот сосредотачивать поддержку именно на такого уровня сиет, на таких вот точках роста. У нас грядут большие изменения, тут закон, как я говорил, подписан классный актуем, он предусматривает создание федеральной корпорации по развитию малого среднего бизнеса, там на первом этапе будут объединены ресурсы, адресы, и гарантия субанка, но мы в Вильямсен сейчас просто ищем юридическое решение для передачи на программу, которая сейчас является программой и главной власти России. Наша главная подача действительно сосредоточим все имеющиеся инструменты обмежки в данном секторе в рамках одного юридического лица. Скорее всего, в 16-м году организация программы продолжится в том режиме, к которому мы привыкли, но, просто предупреждая, в 17-м году будут происходить изменения, сейчас до конца не могу сказать о себе идее, потому что мы рассмотрим оцениваем оцениваем эффективность, но, в любом случае, корпорация поможет такой специализации инструментов поддержки. Спасибо, если вы вопросы, это подъяснилось.